Девушки отдыхают Девушки решили устроить себе праздник с лимузинами, девушками по вызову и ресторанами. Праздник закончился быстро, и теперь любители красивой жизни в суде. Пришло время разобраться, кто будет возвращать украденные у родителей деньги. Кто тебя научил обзывать других людей? Тетя Гая. Хорошо, а кто научил тебя делать подножку другим детям? Тетя Гая. Можно ли доверить ребенка посторонней женщине? Кто виноват, что мальчик, оставленный на два месяца с няней, превратился, как кажется родителям, в агрессивного монстра? Мать в итоге нашла другой способ, как довести своего сына до могилы. Это у нее уже не первый опыт такой. Вы спросите про ее мужа. Он тоже покончил с собой? Сама того не желая, мать подтолкнула сына к суициду. Но даже после его смерти она не признает себя виновной. Женщина уверена, что если бы не измена снохи, ее мальчик был бы жив. Истец Юлия Шилова обращается в суд с иском о взыскании денежного долга. Ответчик Валерия Филина предъявляет встречный иск о признании недействительным договора займа заключенного с ее 15-летним сыном. Слушается дело Шиловой Юлии Борисовны с исковыми требованиями о взыскании денежного долга по расписке в размере 120 тысяч рублей. Ответчиком у нас является Филина Валерия Сергеевна. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я прошу, чтобы ответчица вернула мне 120 тысяч рублей по долговой расписке своего сына. Вот на эту расписку прошу ознакомиться. Она написана, ну правда, с некоторыми грамматическими ошибками, но прошу заметить, собственноручно и юридически грамотно. Мой сын этих денег не брал. Вы научитесь сначала зарабатывать такие деньги и воспитывать своего сына, а потом перебивайте. Будьте любезны. Я договорю свою речь, а потом будете говорить вы. Хорошо. Мы с мужем уезжали за границу на неделю, а когда приехали, обнаружили, что у нас пропали 2000 долларов. Это даже больше, чем 120 тысяч рублей. Ну пусть, значит, фигурирует раз эта сумма, пусть, значит, будет 120 тысяч рублей. Мы пытались поговорить со своим сыном, подумали, может быть, он знает, куда делись эти деньги. Он очень долго не шел на контакт, но потом мы ему показали запись. Мы оставили в одной из комнат видеокамеру и обнаружили на ней видеозапись с тем, как сын ответчица. И мой сын взяли эти деньги. Я не знаю, как контролировать. Прошу вас. Потом все-таки мой сын признался, что его друг взял у него эти деньги под расписку на покупку мотоцикла. Мы, конечно, очень хотели мирно урегулировать этот вопрос, но ответчица с мужем не пошли с нами на контакт. Они сказали, что никакого мотоцикла, никаких денег они не видели. И что, мол, своего сына они в обиду не дадут. Так, мне расписку через судебного пристава передайте, пожалуйста. Так, ответчик. Скажите, пожалуйста, а вы с этой распиской знакомы? С распиской я знакома, но дело в том, что сына, когда мы с мужем назовели на сына, он уже сказал, мам, я писала расписку, но под воздействием Игоря. То есть он на меня надавил, он мне диктовал. Вот, пожалуйста, вы же писали. А зачем давил? В какой целью? Заставили, потому что, значит, Игорь каким-то образом ему захотел взять эти деньги. А кого? Не может же он сам себя подставить? Естественно, кого подставить? Можно подставить друга. Ну, за то, что мой ребенок, не достигший 18 лет, он имеет право вообще? И имеет ли ответственность за то, что он написал этот договор взаима без согласия родителей? Подставьте ответчик. На самом деле, я бы так сказала, и для сына истца, и для вашего сына. Один не имел права писать расписку, а второй не имел права ее забирать. То есть она неправомерна? Вот так, Юлия Борисовна. Вот так вот, да? Нет, так, вот это на самом деле так, естественно. Это на самом деле так. То есть вы хотите сказать, что вот эта вот женщина ничего не должна? Я вас по имени-очестному называю. Не все так просто, как вам кажется. Понимаете, в чем дело? Я даже не хочу вас по имени-очестному. У нас по гражданскому кодексу полностью право и дееспособность наступает с 18-летнего возраста. И то, дееспособность не во всем с 18-летнего возраста наступает. Например, у нас право приобретать алкогольные крепкие напитки наступает с 21 года. Правда? Человек может жениться, а вот водку пойти купить только в 21 год. Но неважно. Поэтому дальше законодатель делит малолетние и несовершеннолетние. И для малолетних и для несовершеннолетних устанавливается разный объем прав и обязанностей. Это предполагает разный объем ответственности и разный объем обязанностей, связанный с этой ответственностью. Поэтому у нас гражданский кодекс, он и выделяет такое понятие, как мелкие бытовые сделки, которые можно совершенно спокойно, даже до 14 лет ребенок может совершать. Пойти купить хлеб в магазин, что-то оплатить или прочие вещи. Но договор займа, требующий простой письменной формы, по которому заемщик получает денежные средства от взаимодавца, он не предусматривает заключение этого договора до 18 лет. Я сейчас долго выстраивала эту фразу, как бы мне сказать, на русском языке. Это не мелкая бытовая сделка, это договор займа. Следовательно, не мелкие бытовые сделки можно совершать только с письменного согласия родителей. А раз у нас указано с вами в законе, естественно, раз у нас с вами в законе указано письменное согласие родителей, значит, это и есть нарушение закона, значит, эта сделка является недействительной, ничтожной. Посему в действиях ваших детей может усматриваться совершение такого уголовно наказуемого деяния, как самоуправство. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетелиста. Да, да, пожалуйста. Свидетелиста, войдите. Как будто это что-то вы считаете, что это каким-то образом поможет решить дело, правда? Конечно, мы должны же разобраться с ситуацией. Конечно, должны, но справедливо зовите, пожалуйста, а не просто так. Здравствуйте, меня зовут Игорь, у меня 15 лет, через месяц 16 уже будет, да. Вот, могу рассказать, да, свою историю? Ну, говорите. Смотрите, там вообще как-то изначально получилось. У меня, как бы, да, есть друг Сергей, он ко мне одним днем подошел, говорит, вот, Игорян, да, займи, говорит, 120 тысяч. Я думаю, блин, ну, откуда я их возьму, да? Я говорю, ну, вообще, на что, как бы, да, важно, что делать? Говорит, ну, мотоцикл нужно купить. Я, ну, он говорит, вот, типа, прямо здесь сейчас, короче, горит. Я, ну, да, так получилось, что я в сейфе у родителей взял 2 тысячи долларов. Разменяли, как бы, да. Приучили своего ребенка прям все, мажором все позволили. Да, ну, ТВО его подбило на это. У меня сын и учится на одни пятерки, и он и воспитание у него достойное. А он, по-моему, посмотрим на него с большим удовольствием, посмотрим. Денежки есть, значит, заплатят. Конечно, конечно, есть, потому что научились зарабатывать, потому что образование есть. А вы, он, Пал, и до сих пор моете. Идите и мойте. Они считают, что им позволено все. Позволено! И имеем право. Что, на куда вы имеете право? Все, мам, не страшно. Потому что мы умеем деньги зарабатывать. Ваши разборки, это правда. А вы умеете, если вы научились наворовать, умеете, пожалуйста, потом отвечать. Вы, скажите, пожалуйста, истец и ответчик, мы вам со свидетелем, судебным приставом не мешаем? У меня есть следующий вариант, да, для того, чтобы я выслушала свидетеля, я вас сейчас удалю просто отсюда. А зачем мальчик обманывает? Я вас удалю и разговаривайте там, сколько хотите. Пожалуйста. Вот, да, я действительно взял у родителей деньги, две тысячи долларов. Мы их обменяли. Вот, и как бы под расписку, под расписку, между прочим, да, замените, я даю эти деньги Сергею. Вот. Ну, то есть, как я понимаю, вы, когда друг к вам обратился, вас, ну, не смутило, и вы не посчитали необходимым задать вопрос, из каких денежных средств ваш приятель вам собирается возвращать заемные деньги. И вы, ну, глядя по тому, как взрослые общаются между собой, вы посчитали, что будет написана расписка, и это все решит само собой? Ну, по идее, по моей логике, да, как бы, там у него день рождения должен быть скоро, вот. И, фу, я просто волнуюсь просто максимально. У него день рождения должен быть скоро, ему, во-первых, родители должны были деньги подарить, и он сказал еще, что ему дядя должен денег подогнать, ну, нормально, подарить. Да, и это, 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 да, я подняла, это послужит источником возвращения. Да, он должен был вернуть. Да, они сто двадцать тысяч рублей, но они обманывают вдвоем. Свидетели со стороны ответчика, пригласите, пожалуйста, в зал. Свидетель ответчика, войдите. Расскажи, сынок, им правду, на самом деле. Отвечет, может, ваш сынок сам решит, что ему делать, или ему судья разрешит? Пожалуйста. Ваша честь, я Филин Сергей Вадимович, мне 15 лет. Так получилось, что Игорь попросил меня написать расписку. Я не знаю, как они пишутся, вот, поэтому он мне диктовал, а я писал. Он сказал, что это так просто отмазка будет, вот, а мотоцикл... Отмазка от чего, простите? Ну, от родителей Игоря, чтобы они как бы успокоятся, подумав, что это деньги на мотоцикл, вот. Но так получилось, что деньги эти пошли не на мотоцикл, и я денег в руках даже и не держал. А кто тогда потратил деньги? Деньги, ну, мы их как бы вместе потратили, вот. Вместе? А на что вы потратили? Ну, Игорь предложил заказать машину покататься. Да не, не гонишь. Вот, а ну как, видите, вот так вот. Я переживала, что не потратили. Так он мало того, что он ворон, еще и фантазер у вас. А скажите, пожалуйста, а какая машина-то в аренду? Никогда машину несовершеннолетнему без прав не выдадут? Вот вы что? Ну, он сказал, что он там договорится, он сказал, что как-то там получится. И дальше он предложил вызвать женщин, как бы... Ну, я просто не могу, меня мама в строгости держит. Вот видите, женщины почти не раздражают наших мальчиков, наших... Я не знаю, это просто жуть. Так, естественно, ответчик, обе вышли из зала. Давайте я потом вас позову. Обе отсюда вышли? Ну, обе вышли, встали и пошли. Давайте я вам расскажу, да и все, как было. Нет, ушли отсюда, ушли. Обе ушли. Я тебе говорила? Все космику выдирают тут. Так, а теперь в спокойной обстановке. Говорите. Все, короче, уже просто нечего добавить. Надо в спорткарту. В общем, договоренность была общая. Мы, да, мы действительно взяли деньги. Я взял деньги и поехали мы кутить. Мы заказывали лимузин, катались в нем по Садовому. Мы заказали эскорт девочек. В ресторан еще заехали. В ресторан заехали, да. Такое было. Потом, чтобы там, ну туда-сюда чаевые, да, чтобы алкоголь налили еще. И как-то так улетели. Но почему я должен начать за это один? Объясни, пожалуйста, почему я должен начать за это один? Если мы на сейфе оба, прямой косячий оба, да? Я в руках не держал. Что ты говоришь? Я не знаю, что это такое. Подождите, подождите, подождите. Время, а и расплачиваться он будет сам. Я сначала даже не знал, для чего эти деньги. Он просто предложил мне хорошо провести время. Опять не знал. Ну, опять не знал. Ну, конечно, ты что, Влада, говорю, ты вначале, что знали, мы куда едем. Я даже эти деньги не трогал. Ты знал, что идешь, так как я знал, что иду. И мотоцикла у меня никакого нет, которые там указывали, тоже не купили. Так, уважаемый судебный пристав, пригласите, пожалуйста, из соответчика в зал. Так, суд удаляется для принятия решений. Далее в программе. Кто тебя научил обзывать других людей? Тетя Гая. Да? Говорили на него. Хорошо, а кто научил тебя делать подножку другим детям? Тетя Гая. Няня, которую обвиняют в халатности, профнепригодности и всех смертных грехах, настаивает, что специально научила пятилетнего ребенка нецензурно ругаться и бить первым. Это единственный способ выживания в элитном детском саду. Мать в итоге нашла другой способ, как довести своего сына до могилы. Это у нее уже не первый опыт такой. Вы спросите про ее мужа. Он тоже покончил с собой. Залюбили до смерти. Война между матерью и женой привела мужчину к самоубийству. Но его гибель лишь усилила взаимную неприязнь. Теперь женщины в суде выясняют, кто виноват. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив несовершеннолетнего свидетеля в присутствии законного представителя со стороны истца, опросив свидетеля несовершеннолетнего в присутствии законного представителя со стороны ответчика, в иске о взыскании денежной суммы, взятой 15-летним сыном ответчице в долг по расписке, считает с матери несовершеннолетней, суд считает необходимым отказать. Суд признает договор займа заключенным... Вы хотите послушать меня за дверью или здесь? Да, я вас слушаю. Суд признает договор займа заключенным между двумя 15-летними несовершеннолетними недействительным, поскольку данный договор не соответствует требованиям закона. В соответствии с правилами, частью 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия родителей. Исключение делается для мелких бытовых сделок, таких как покупка продуктов, бытових молочей и недорогостоящей одежды и обуви. Суд разъясняет родителям, что их 15-летние сыновья совершили уголовно наказуемые деяния, предусмотренные статьей 330 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно самоуправство. То есть самовольно распорядились денежными средствами, принадлежащими родителями одного из них. Поскольку как сын истицы, так и сын ответчицы при совершении этого деяния не достигли возраста уголовной ответственности, то даже при обращении родителей до возбуждения уголовного дела, возбуждение уголовного дела будет отказано. Но поскольку и ваш сын, и ваш сын причинили имущественный вред конкретно вашим интересам истицы, закон у нас предусматривает взыскание причиненного имущественного вреда с возраста от 14 до 18 лет. Поэтому вы вправе предъявить иск о взыскании 120 тысяч не только к сыну ответчице, но и к своему сыну, потому что его действия также причинили вам имущественный ущерб. Также причинили имущественный ущерб, потому что сделка недействительна. Сделка недействительна. Ну ладно, со своим сыном я как-нибудь разберусь. Ну ладно, это вряд ли, конечно. И в том случае, если у сына ответчицы и у сына истицы будут свои собственные доходы или иное имущество, принадлежавшее лично им, то взыскание может быть обращено на это имущество. Истец, если вы планируете взыскать только с сына ответчицы 120 тысяч рублей, я вас сразу предупреждаю, не получится, не тратьте ничьё время, потому что ущерб своими действиями причинили два человека. И поэтому 120 у вас не получится взыскать. Ну я в любом случае буду давать операцию. Да, при том условии, естественно, при том условии, что у сына ответчицы... Давай, давай. Не, ну суд огласил свое решение, сделай закрыть. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Ну ничего себе, бабки мы потратили. Тёк за мой счёт лапал, а теперь никому ничего не достанется. Мажорские детишки привыкли, что им всегда всё с рук сходит. А сейчас вот получили наказание, пусть и заслуженно его отрабатывают. Истец Леонид Потапов предъявляет иск о взыскании материального и морального вреда. Ответчик Галина Севастьянова иск не признаёт и считает, что добросовестно выполняла все условия гражданско-правового договора. Так, пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я требую взыскать с ответчика Севастьяновой Галины полтора миллиона рублей. Я понимаю, конечно, сумма очень большая, но именно такие расходы понесла моя семья. В результате действий этой девушки мы с супругой инженеры-нефтяники. И нас пригласила очень крупная нефтяная компания по контракту работать в Сибирь. В это же время мы устроили своего сына в детский сад. Ему четыре года. Билингвальный детский сад. Очень хороший. Мы заплатили первоначальный взнос. Это 40 тысяч рублей. И 180 тысяч рублей за срок обучения полгода. Вот у нас есть договор с садиком. Но так как в Москве мы не могли оставаться, потому как заключили уже крупный контракт с зарплатой 160 тысяч рублей в месяц на полгода, мы начали искать няню. И на одном из сайтов по поиску персонала мы нашли Галину. Мы заключили с ответчиком гражданско-правовой договор с оплатой 35 тысяч рублей в месяц. И плюс она получала 40 тысяч рублей в месяц за питание, оплату проезда, компенсацию расходов. Прошло два месяца. Мы проработали в Сибири в сложных условиях. И нам звонят из детского садика и говорят, что наш сын очень плохо себя ведет. Так я-то при чем тут? Он собрал... Скажите мне, пожалуйста. Он собрал всю группу и обучил их ругаться отборным матом. Плюс к этому он разбил мальчику машинкой голову. Нам пришлось все бросить и на неделю приехать в Москву для разбирательств. Но все оказалось не так просто. За неделю мы не смогли решить все проблемы, поскольку на нас родители мальчика, которому наш сын пробил голову, подали в суд. И я что ли виновата, что вы контракт разорвали? Теперь я должна выплачивать вам, да, значит? В результате ваших действий. Каких моих действий? Вы посмотрите, какой вы детский сад ребенка отдали. Ваша честь, мы ежедневно созванивались по скайпу с Вадиком, с нашим сыном, и он говорил, что все хорошо. Он так не говорил, не говорите этот бред, пожалуйста. Он говорил, что ему не нравится в этом садике. Он говорил, что все очень хорошо, и что он доволен, что детский сад очень хороший, и что няня очень плохо на него действует. Истец, подождите, 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 ребенку сколько лет? Четыре года. Вот ваш честь, как он мог сказать, четыре года? И в четыре года ребенок у вас ответственно говорит, а няня на меня очень плохо действует. Просто из головы взял. И твее, а твее, чик. Извините, пожалуйста. Он сказал, что няня учит его ругаться матом. Прям в четыре года он знает именно это наименование бранных слов? Да. Давайте про детский сад. Ему очень нравилось в детском саду. А как он это говорил? Ну, мы спрашивали. А что вы спрашивали? Тебе нравится в детском саду? Он говорил, да, очень хороший детский сад. Убивительно, прям ребенок в четыре года. Да, он так, конечно, не говорил, очень хороший. Он говорил, мне нравится. То есть вы говорили, дядя Журцова, нравится ли тебе детский сад? Ребенку начали, да, нравится. Ну, такой очень интересный ребенок в четыре года, которому нравится детский сад. И чем же там такая замечательная методика в этом детском саду? Там существует методика Монте-Сори. Это очень интересная методика. Ее разработали в начале 20 века. И по этой методике ребенку в выборе занятий предоставлена полная свобода. Ну, свобода, ограничиваемая старшим человеком, то есть воспитателем. А в чем это ограничение выражается? Ну, например, нельзя же взять, ударить кого-то, подбежать. Почему? Это свобода выражения. А почему? А если один ребенок нападает на другого, второй не может защищаться? Второй может защищаться. Может защищаться. Конечно. А что, употребление выражения это не есть выражение свободы личности? Да, я согласен с вами, что это свобода. Есть такое выражение, но в рамках детского сада и возраста мальчика, я думаю, что это недопустимо. Нет, либо это ваша точка зрения как родители, либо это то, что не укладывается в ту методику, про которую вы говорите. Это не укладывается в ту методику, о которой я говорю. Так, а мне контракт, пожалуйста. Вы расторгли контракт? Да, да, да. Мы расторгли контракт. Тогда миллион пятьсот. Скажите, из чего у вас сложилось? Он у нас сложился из понесенных убытков. Это невыплаченная часть суммы по контракту. Сколько? Слава богу, что нам заплатили. Сколько невыплаченная? Миллион двести сорок тысяч рублей. Плюс тридцать тысяч рублей мы требуем компенсацию морального вреда нашему сыну. Плюс мы требуем с ответчика, чтобы он нам возместил деньги, которые мы заплатили родителям мальчика, которые подали на нас в суд. Это сто пятьдесят тысяч рублей. И удержанную сумму сорок тысяч рублей, которую с нас удержал детский сад за то, что нашего сыновой выгнали. Откуда у меня такие деньги вообще? Я не согласна, Ваша честь. Потому что у меня нет таких денег. И откуда у меня их взять? Простите, пожалуйста, это не аргумент для того, чтобы освободить вас от ответственности. Я понимаю, что это не аргумент, Ваша честь. Но почему он все грехи свалил на меня, я не понимаю. Почему я тут, вообще я тут при чем? Оставил сына, да, на няню. Я не понимаю. Мужского плеча, он защитить себя не может, сын. Понимаете? А его обижали в садике. Он не разбирался, что там в садике с ним происходит. Он причины следственной связи не устанавливал, что там в садике. А на самом деле, он вообще не влился в коллектив. Там все дети, все они, с дорогими планшетами, с телефонами. Там садик, понимаете, Ваша честь, просто в богатом районе. Там все дети богатенькие. И он как-то не вписывался, понимаете? Они его обижали. Они его компот на голову ему выливали. У вас садик? Это мало, что он мне рассказывал. Он со слезами приходил ко мне, понимаете, Ваша честь. И что вы ему советовали? Я советовала ему, как постоять за себя. Потому что мужского плеча нет, понимаете? Как он за себя постоит? Мужского плеча, да. Я приходила в садик, я вам скажу больше. Я приходила туда, разговаривала с воспитателями. Им вообще до лампочки. Один раз был случай такой, что они заперли его в кладовке, Ваша честь. Воспитатели, понимаете, в кладовке. А воспитатели говорили, он просто не влился в коллектив, дайте ему время. Сами ничего не делали. Отвечек, скажите, пожалуйста, а вот нелитературные слова у нас откуда? Я ничего его не учила нелитературным словам. Это, может быть, вот эти вот разбалованные идеи. Я не знаю, что там у них происходило. Но когда я приходила, я подняла скандал просто. Потому что, я не знаю, ребенка, это не мой ребенок, но я как родного уже его считала. Очень хороший мальчик. И просто так вот, как изгоем считали. Я не знаю. Я бы туда вообще своего ребенка не отдала, честно говоря. Я говорила родителям, говорила папе, что, пожалуйста, садик. Он говорит, все хорошо, ему все нравится, все нормально. Просто не разбирался, понимаете? Вы свидетели просили с Вашей садикой? Да, да, да. Я хочу пригласить свидетеля. Это директор детского садика, который может рассказать о действиях своих подчиненных. Хорошо. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей СЦ. Свидетели СЦ, войдите. Да, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Ваша честь. Я Кукулина Вера Матвеевна. Я заместитель директора детского сада, в котором находился ребенок. Когда Вадик пришел в наш детский сад, все было хорошо. Это был хороший, воспитанный и культурный ребенок. Да, он был немножко замкнут. Он сторонился детей, мог посидеть спокойно в уголке. И мы просили его, предлагали поиграть, но он говорил, не хочу. На контакт с воспитателями он тоже не очень шел. Но мы понимали, что существуют такие моменты, когда ребенок входит в коллектив, ему нужно... Сколько он не шел на контакт? Где-то месяц. Прошел месяц, и ребенок пошел на контакт? Он заговорил. И что? И слова-то, я вам скажу, те, которые, в общем-то, произносить в обществе нельзя. Это не цензурные слова. Это отборный мат. Вот, мы пытались поговорить с ребенком. Но он замыкался в себе, как волчонок. А что вы так не спросили в нее нежно и ласково, кто научил тебя этим словам? С ним разговаривал наш штатный психолог, на все вопросы, кто тебя этому научил. Он отвечал однозначно. Тетя Галя, то есть ответчица. Пожалуйста. У нас есть аудиозапись этого и расшифровка аудиозаписи разговора с Ридбанком. Так, скажите, пожалуйста, про случай с компотом. Про случай с компотом я ничего такого не знаю. Ему нет факта такого. Ответчик приходила? Да, она приходила, но она не самостоятельно пришла, мы ее вызвали. Но она учинила такой скандал, даже не обращая внимания на то, что в детском саду в этот момент был тихий час. Ее слышал весь детский сад, и взрослые, и дети. Вот, в общем, разговор не получился. Да, она особо ведет себя достаточно хамски. Девушка, мы в суде с вами. Претензии ответчика какие были к вашему учреждению? Вот она рассказывала варианты, что ребенку вылили компот на голову, что его обижают. Это абсолютно ничем не подтверждено. Я разговаривала с воспитателями, никто не подтвердил данного факта. То есть я понимаю, что это лошадь. А что воспитатели в кладовке запирали ничего? У нас даже нет. Все нет у вас, да? Я считаю, что вы врете. А воспитатель, давайте по поводу кладовки. У нас нет такого помещения, где ребенка могли запереть. Кладовки у нас не существует. Понимаете, я просто хочу, чтобы вы сейчас меня правильно поняли. Вот истец, вот он полагает, что для 4-летнего ребенка место в суде. Вот истец. Ваша честь, в порядке исключения. Я понимаю, что это нарушение, но ребенок может все рассказать и пролить свет на все, что происходило в детском садике. Ну, хорошо. Под вашу ответственность. Вы его папа, не я. Так, давайте, ребенка приглашайте. Свидетелица, войдите. О, прям ко мне идет ребенок. Да? Да, замечательно. Да, давайте, ребенок. Мне очень приятно. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Вадик Потапов. Скажи, Вадик, а вот кто тебя научил обзывать других людей? Тетя Галя. Тетя Галя тебя научила обзывать других людей. Да? Подговорили на галя. Хорошо. А кто научил тебя делать подножку другим детям? Тетя Галя. Тетя Галя. А почему ты дрался в детском саду? Потому что меня детки обижали. Там злые дети в детском саду? Да. А раньше ты дрался когда-нибудь? Раньше не дрался. А кто тебя научил драться? Тетя Галя. Тетя Галя. О чем я говорю? Так. Ну, спасибо тогда. Вадик, пожалуйста, возвращайся к своему папе. Ну, и что вам здесь стало понятно? Вот ребенок подтвердил то, что действительно всему плохому его научил. Ах, врать никто не станет. Все. Научила его тетя Галя. Я ушла выносить решение. Прошу всех встать. Далее в программе. Мать в итоге нашла другой способ, как довести своего сына до могилы. Это у нее уже не первый опыт такой. Вы спросите про ее мужа. Он тоже покончил с собой? Сама того не желая, мать подтолкнула сына к суициду. Но даже после его смерти она не признает себя виновной. Женщина уверена, что если бы не измена снохи, ее мальчик был бы жив. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетеля со стороны ИСА и малолетнего ребенка. Суд отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований родителям малолетнего ребенка, которые заключили соответствующий договор на оказание услуг няни, потому что ответственны за воспитание и развитие своих детей не суд родителей. Родители обязаны воспитывать своих детей. Наличие между родителями ребенка и ответчицы договора об оказании услуг няги не освобождает родителей от обязанности заниматься воспитанием своего ребенка. В данном случае няня не может нести ответственность за поведение ребенка, который находится в детском саду. Поскольку ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса, то есть во время нахождения ребенка в дошкольном образовательном учреждении, несет непосредственно само образовательное учреждение в соответствии с правилами федерального закона об образовании в Российской Федерации. Также образовательная организация отвечает и за вред, причиненный самим малолетними, достигшим 18-летнего возраста, во время, когда он находился под надзором образовательной организации. В данном случае ущерб родителям ребенка, пострадавшего от действий сына истца, должен был возместить детский сад, не обеспечивавший должного надзора за ребенком, а непосредственно истец с его супругой. И спасибо большое за то, что вы сегодня выступили в суде. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Я понял совет суда и подам иск на детский сад. Пусть они мне возмещают утраченную выгоду. Слава Богу, что я никому больше ничего не должна. И надеюсь, мне больше не попадутся такие неадекватные родители. Истец Галина Нинашева подает иск о признании недостойным наследником жены умершего сына. Отвечет Ольга Нинашева, иск не признает. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Я хочу через суд оспорить отцовство моего сына по отношению к Арсению. Это сын моей бывшей снахи Ольги Нинашевой. Невестки. Моей бывшей невестки, да. Все дело в том, что мой сын работал в банке. Должность у него была очень высокопоставленная. Хорошая заработная оплата и карьерный рост. Добился он всего самостоятельно, потому что парень именно так был и воспитан. Но он повстречался с этой девушкой. И когда они поженились, стали жить в квартире, которую Николай, так зовут моего сына, Николай, купил, работая в банке. Через некоторое время у них рождается ребенок. Вы знаете, вот именно с этого все и началось. Она темненькая, кареглазая. Николай у меня тоже темненький, кареглазый. Но мальчик, который появился, он был голубоглазый и цветловолосый. Ну, естественно, Николай заподозрил ее в измене и стал предъявлять ей претензии. А что, ваш сын не в курсе, что все дети на 99% рождаются голубоглазыми? Ну, по всей видимости, этот момент был ему не совсем известен. Но здесь факт еще заключается и в том, что чисто по внешности, по личику он был не похож на Николая. Коля не справился с этой ситуацией. Начались скандалы постоянные. Коля запил и в результате потерял работу. Но, стараясь добиться правды, Николай сделал экспертизу ДНК. Кто из вас еще старался правду добиться? Ответчик, ответчик. Исследование ДНК. Исследование. Совершенно верно. Простите меня. Да. Он провел, он сдал эти анализы. И это исследование показало, что Арсений, ребенок этой женщины, он не является сыном моего умершего сына Николая. В доме разразился жуткий скандал. Она собрала вещички и ушла. А Коля не выдержал. Он просто не выдержал этого. И наелся таблеток. Ну, перед этим написал, конечно, записку, в которой обвинял во всем свою жену. И расстался. Что ж ты врешь-то? Это ты его довела? Ответчик, ответчик, ответчик. И поэтому я прошу судом оспорить отцовство моего сына Николая, а ее признать недостойной наследницей его имущества. Все дело в том, что она сейчас ведет активнейшую работу по продаже квартиры. Если я правильно понимаю, то данная квартира, являясь наследственным имуществом, три наследника, в первую очередь вы, как его мама, супруга, потому что брак между вами не рассорван. Нет, у меня есть свидетельство о заключении брака. Да, супруга и ребенок. Я не хочу с ней жить. Да нет, а кто вам говорит? Я просто пытаюсь истцу объяснить, что ответчик может продать только доли в квартире. Квартиру не может. Так, будьте добры, пожалуйста, мне постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и исследование молекулярно-генетическое. Ответчик, поясните мне, пожалуйста, следующее обстоятельство. Вот исследования, на которые истец ссылается, они... Как вы можете оценить эти исследования, которые опровергают отцовство вашего супруга в отношении ребенка? Да, Арсений не сын Николая. И Николай об этом знал. Это исследование он провел, потому что мама его заставляла. Она постоянно ему говорила, что это не его ребенок, не его ребенок. И в итоге, когда пришли результаты теста ДНК, который он сделал в таянии от меня, этот факт подтвердился. Она сама доказала, она сейчас сама сказала, что не является ребенком. Нет, но это было год назад. Истец, простите, пожалуйста, ответчик утверждает, что ваш сын знал о том, что он не является биологическим отцом ребенка. Это она сейчас так говорит, он этого не знал. Он это знал. Можно посмотреть по дате проведения экспертизы ДНК. ДНК. Прошел год. Да, он пытался покончить с собой, когда он узнал об этом. Он кинул результат теста ДНК в почтовый ящик своей маме вместе с предсмертной запиской. И написал мне смс, что хочет покончить жизнь самоубийством. И я его отговорила. Я его умоляла не делать этого, и отговорила, когда ты его заставила сделать этот чертов тест. Нет, ну почему не сказать маме правду-то? Объясните мне. Я сказала ему правду в итоге. Но вы сказали правду, а он почему маме не сказал правду? Он сказал матери правду, что это не его ребенок. За это она и стала его пилить. Но это еще не все. Она пилила его целый год. И после того, как я один раз отговорила его покончить с собой, мать в итоге нашла другой способ, как это сделать. Как довести своего сына до могилы. Это у нее уже не первый опыт такой. Вы спросите про ее мужа. Он тоже покончил с собой. Ты сейчас все приплетешь. Вообще, какое ты имеешь отношение к тому, что произошло с моим мужем? Это тебя вообще не касается. Ты людям жить не даешь. Почему я должна сейчас послушать все это от этой женщины? Скажите мне, пожалуйста. Мы помирились после того, как он узнал, что Арсений не его сын. Но мама капала на мозги дальше. И в итоге она нашла биологического отца моего ребенка. Она заставила его прийти на работу к моему мужу. И требовать, чтобы он вернул ребенка, либо платил ему деньги. Это все ложь. Угрожал. И говорил, что расклеит мои интимные фото по всему городу. Скажите, пожалуйста, а как ответчик в данном случае правду говорит? Мне есть свидетель. Вот свидетель, который вы заявили, колесник Илья Викторович, это есть биологический отец ребенка? Нет. Это коллега по работе моего мужа, который присутствовал. А как вы нашли биологического отца? Все, что она говорит, это неправда. То есть вы не разыскивали биологического отца? Я не разыскивала биологического отца. Так, будьте добры, пожалуйста, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке. У вас есть свидетельство нотариусом, выданное на право наследства? Да, передайте через судебного престола. Так. Но дело в том, что ты обманом влезла в семью нашу. Ты охмурила просто моего сына. И сейчас пытаешься добиться своего. У вас не будет нормальной семьи, пока вы себе голову не полечите. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетель-ответчика, войдите. Все равно тебе не добьешься своего. Суд решит. Ваша честь. Колесник Илья Викторович. Ваша честь, с Колей мы работали в одном цехе. Ну, знаю я его не так долго, потому что он к нам пришел недавно. И последний день прошел буквально на моих глазах. В шесть часов вечера мы выходили из сервиса. И к нам подошел какой-то пацан и начал с Колей разговаривать, что чтобы Коля вернул ребенка. Или пускай платят. Да, простите, простите, пожалуйста. Я прошу прощения. Дело в том, что истец, как мама, говорила, что Николай работал в банке. То есть его уволили из банка, и он пошел работать в автосервисе? Да, он работал в автосервисе, но он работал где-то около трех месяцев в автосервисе. Ну, в основном, как таково, он ближе к руководству был, диспетчером. Но мы с ним пересекались. И вот в этот период времени мы как бы шли вместе. К ним подошел пацан и сказал, чтобы он вернул непосредственно ребенка. Или, говорит, пусть платят. И тогда он сказал, если не заплатишь, то фотографии голой жены будут развешаны на всех столбах. Коля набросился на него с кулаками. Мы с ребятами оттащили. Все как бы разошлось. И на следующий день позвонила Ольга и сказала, что Коля отравился. Но город, ваше честь, у нас маленький. Мы все друг друга знаем. Мы нашли этого козла. Немножко прессанули. Он признался, что его подослала Галина Петровна. То есть истец? Да. Виктор, он не хотел идти. Он говорит, мне ребенок не интересен. Мне нужны деньги. А Галина Петровна сказала, что она за эту вуантюру заплатит. Так, все. У сторон все. Суд удаляется для принятия решения. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования ИСА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ответчика, рассмотрев все представленные документы, в первоначальном иске об оспаривании отцовства заявленным матери умершего мужчины, суд считает необходимым отказать. В иске о признании ответчика недостойным наследником, суд также считает необходимым отказать. Суд тогда хотел довести до сведения как истецы, так и ответчика, что поскольку наследником признан несовершеннолетний, вы являетесь законным представителем несовершеннолетнего ребенка, но не имеете права на его имущество. И в данном случае любое распоряжение или пользование указанной доли несовершеннолетнего, то есть одной третьей в этой квартире, возможно только исключительно с согласия органов опеки и попечительства. Поэтому ваши опасения с точки зрения не только продажи квартиры, но и долей продажи, так, долей, они вообще под собой никаких оснований не имеют. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, благодарит свидетеля за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Прошу всех встать. Я все равно добьюсь своего. Решение суда. В иске отказать. Она свела моего сына в могилу и надеется, что теперь будет спокойно жить в его квартире. Я сполна воспользуюсь своим правом, и она позавидует еще тому, что Николай умер. Я рада, что суд опроверг иск о том, что я недостойная наследница, и о том, что мой ребенок был рожден не по закону. Но я хочу бороться, чтобы эта квартира досталась только нам, мне и моему ребенку. Это изменение должно достаться ничего. Будьте внимательны. Истец, вы будете в суд в заблуждении? Лучше записывайте. Я вас штрафую, истец, еще на одну тысячу рублей. Если вы забудете, сколько вы должны будете в государстве, запишите. От этого зависит жизнь ваших детей. Мамаша спит в пьяном угаре. Ребенок доел последние объедки и рыдает от голода, ваша честь. Судья Елена Дмитриева. В проекте «Битва за будущее». Ответчик, все. Не рассказывайте мне сказки. Дядя Саша меня бьет все время. Вы подтверждаете? Нет, мне тут у-у не надо. Продолжение следует...